Всех приветствую, друзья мои, с вами Юля, и сегодня я хотела поговорить с вами на такую тему, как перегрев растений, перегрев фаленопсисов непосредственно, и показать вам на примере двух своих растений, как выглядит перегрев, перегрев, так скажем. Сейчас это очень важная тема, поднимается в группах различных, она постоянно. Люди перегревают свои растения и потом начинают задавать вопросы, что, как, почему, почему у орхидеи поменялся цвет листьев и что вообще происходит с растением. Кроме того, перегрев это практически один шаг от ожога листа, поэтому притеняйте сейчас свои растения. Даже в восточные окна, если вы думаете, что там солнца совсем сейчас мало, нет, с утра уже в 7 часов солнце очень сильно нагревает растения. Я проверяла, и я уже с 7 утра закрываю все свои растения от прямых попаданий солнечных лучей. Но перегрев они получили еще буквально в, так скажем, в апреле месяце. Вот, и сейчас я покажу на примере своих растений, как это все выглядит сблизи. Итак, это орхидея попугай. Сами по себе листья у него светлые. Но если присмотреться, по краю виден такой светлый кант. Это говорит о том, что растение какое-то время перегревалось. И вот такой вот прям яркий-яркий вы видите ободок растения, говорит о том, что оно получило перегрев. Перегрев не всегда растение может получить от солнечного света. Также может получить от рядом находящихся отопительных приборов. Орхидеям не по душе затхлый горячий воздух. Особенно, если вы уезжаете и, не дай бог, закрываете ваше растение на балконе без проветривания. Это чревато просто гибели растению. Покажу, как выглядит перегрев на втором своем растении. Это Big Lip с малиновыми вкраплениями. Он уже цветает. В данном случае я вам показываю не пигментацию, а как выглядит перегрев. Вот такой вот слегка красноватый налет. Видите, в основном он располагается на кончиках и вдоль листа. Это растение какое-то время подвергалось перегреву. Это видно как с одной, так и со второй стороны, если присмотреться. Поэтому притеняйте свои растения сейчас. Это очень важно. Перегрев это один, так скажем, один шаг до ожога. А вот уже растение с ожогом лечить гораздо сложнее. Надеюсь, мое видео оказалось полезным. Берегите свои растения. Чувствуйте ваше растение. Ведь орхидея всегда подскажет вам, что с ней не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова